Привет! Сегодня я постараюсь ответить на один из задаваемых вопросов в стилеге. Это вопрос, связанный с инструментом, так называемый струк по-русски, или рубанком. В связи с тем, что история рубанка очень обширна, ей насчитывается больше двух тысяч лет, подтверждение мы можем найти в серебряных монетах 3-4 века, где на одной из сторон монеты находятся профили инструмента, которые за последние две с половиной тысячи лет не изменились практически никак. Если кто-то в этом сомневается, то есть документальные подтверждения. При раскопках Помпея был найден инструмент стальной с наполнителем из кости. Конечно, кость сгорела во время извержения вулкана, но сам инструмент остался как прототипом двухтысячелетней истории, теми инструментами, которые сейчас называются инфилм, с наполнением. Но так как это слишком глубоко мы забегать не будем, а за последние сто с лишним лет инструмент, такой как инструмент рубанок, не претерпел практически никаких изменений. Основной фирмы, которая выпускала, это была фирма Стэнли, поэтому мы, наверное, об этой и будем говорить. Хотя наряду с этой фирмой на сегодняшний момент мы можем видеть ничем не отличающие по форме и по своему содержанию. Это фирмы Диктума, это фирмы Вудривер, это фирмы Стэнли, это фирмы Томаса Ленильсона, это фирмы Веритас. Они все выполняют одну и ту же функцию, функцию обработки древесины путем строгания. Но так как большинство инструмента имеет такую неотъемлемую часть, как лягушка, мы поэтому на этом свое внимание заострим, потому что эта система лягушка была придумана Леонардо Белли в 1860 году. И спустя 9 лет, в 1869 году Стэнли выкупил этот патент и стал использовать эту систему у себя в инструментах. Система чем примечательна вот этих двух видов, то есть это вид Белли Стэнли и система Бэд Рок. По сути своей это одно и то же, что там есть лягушка, которая лежит в постели рубанка, и она передвигается посредству винта, если вам надо открыть ротик или сузить ротик. Но у системы Бэйли эта лягушка имеет несколько пятен контакта с постелью, и на протяжении всей своей жизни таких вариантов модификации этой лягушки было 1972 год, где там N-образное пятно контакта, это 1976 год прямоугольный контакт, это 1980 год, и основной, который мы сейчас можем видеть в инструменте, это 1902 год, это лягушка. А вот у Бэйли, потому что сам Леонардо Бэйли придумал не только ее, он потом сделал систему Бэд Рок, вот где лягушка всей плоскостью своей прилегает к постели. Можете себе представить, то есть это стала более жесткая конструкция, раз она стала более устойчива, вот. А благодаря двумя винтами крепления этой лягушки, да, то есть мы достигаем возможность быстрого передвижения, но хотя за многие года большинство мастеров практически ей этой частью не пользуются, да, потому что они стараются приокупить несколько инструментов, чтобы не передвигать лягушку, то есть чистовой с маленьким ротиком и черновой с более открытым ротиком. Хотя один из этих инструментов, который вообще считается самой полезной струк, это струк номер пять, так называемый джек, вот. Это даже есть у американцев стишочек, джек, который построил дом, вот. Вот, это номер пятерочка, у него есть и младший брат, так называемый джек, младший брат пять, одна, четвертая, у которых разница только по ширине железки, она, она там 38, по-моему, или 32, или 38 миллиметров. И есть старший брат, вот, это пять, одна, вторая, это тот, который чуть-чуть пошире, вот, инструмент. Так вот, все эти лягушки имеют одно и то же значение, да, вот она по своему внешнему виду, Какие здесь характерные особенности? Ну, во-первых, мы знаем, что с 1885 года Бейли стал использовать рычаг боковой регулировки ножа. Этим рычагом мы потом, когда я буду показывать, как его настроить, мы, то есть, застримы на это внимание, рычаг боковой регулировки позволяет нам выпустить лезвие, и так, чтобы она была своей режущей кромкой параллельно плоскости рубанка, подошвы рубанка, вот. Какие еще характерные особенности? Мы видим, что на большинство инструментов деревянные ручки. Да, эти деревянные ручки были выпущены, как правило, из палисандра до 1950 года, потому что после Второй мировой войны стали использовать древесину лиственных пород, ну, окрашенную. А уже туда, за 70-е годы, стали использовать пластик, который широко шагает, то есть, там, уже со второй половины 20-го века. Вот. Что еще мы можем смотреть? Сам Стэнли говорил, что его железки самые лучшие, потому что они имеют толщину 2,2 миллиметра, и они быстро оттачиваются, хорошо держат древесину кромку, да, и хорошо правятся, потому что пятно контакта, точнее фаска-то на железке, она, естественно, маленькая, да, вот. Но сегодняшний вариант, многие мастера на старой рубанке или на новой рубанке ставят железо чуть толще, потому что принято считать, что при тонких железах идет вибрация, особенно на старой системе Бейли, где лягушка неплотно сидит, поэтому, покупая старую систему Бейли, надо снять эту лягушку и посмотреть. Если пятно контакта не очень плотное, то здесь, конечно, без слесарной обработки не обойтись, это не каждый может сделать, поэтому оставьте исправление столярного инструмента системы Стэнли и Бейли для так называемых коллекционеров, да, пусть это будет их головной болью, а вы лучше купите современный инструмент, который ничем не отличается, это или Томас Ленинсен, или Веритас, или Гдитум, или Вудривер, то есть, а сейчас есть и Ананда, и Индийские фирмы, то есть они все одинаковые. Вот, разница еще по колодкам, разница у этого инструмента могла быть какой? До 1942 года колодки делались из чугуна, и, как правило, этот чугун при падении или пренебрежном отношении, он был колкий, куда-нибудь уперлись, воткнулись, он мог расколоться, да, вот, но в 1942 году в Соединенных Штатах в Институте металлоисплавов была поставлена задача что-то найти, присадку для чугуна, чтобы он не кололся, и чугун стал более пластичен, стал более мягкий, но в этом случае надо к нему относиться более с пиететом, да, потому что если небольшое удары по углам, кромкам, будет происходить заминание, вот, марганского магниевого сплава, вот, кстати, вот, и в этом случае чугун, ну, стал, ему меньше надо времени после отливки устояться, поэтому эти инструменты сейчас более стабильны в своей плоскости. многие пытаются еще, да, плоскость, она необходима подошву, рубанка, который я сейчас объясню, как какая часть называется, вот, но Стэнли сам говорил, что ни семерка, ни восьмерка прямой никогда не делалось и по определению, то есть там были какие-то свои подходы, что должен был мысочек чуть завален, пяточка чуть завалена, и прямую вы не найдете там, вот, другое дело, что за многие время деревообработки мастера сам эту подошву начинают шлифовать и выравнивать, но поверьте, что при допусках, которые были выпущены, то есть там фирмой Стэнли, инструмент работает в том виде, в каком он есть. Перед тем, как подойти к техническому описанию такого блока, как лягушка, я хотел бы сперва уделить ваше внимание самому простому, то есть так называемому одинарнику или четверочке, вот, который был выпущен фирмой Воскова, вот, на Сестралейском заводе. Так вот, ну, принцип остается прежним такой же, как и у деревянной, то есть у вас есть колодка, колодка должна иметь по форме, то есть там подошву, естественно, если это подошва, значит это мысок, это пяточка, вот, там где выходит режущая часть железки, ну и, кстати, железка, оно и так и есть железка, там не резак, не там еще что-то, а именно железка была принята еще со времен Стэнли. Так вот, выход, это называется ротик, мы имеем заднюю ручку, вот мы имеем переднюю ручку или шаховку, да, мы имеем поджим винтовой, мы имеем железо и прижим винтовой, и вот здесь это и есть постель. Вот видите, если на четверке у меня постель не целиковая, а двумя плоскостями ограничен, то вот именно и система Бэйли и система Бэдрог отличалась тем, что именно вот у системы Бэйли были контакты не по всей плоскости, а у Бэдрога был контакт всей плоскостью, лягушку лежачей. Но так как это одинарный рубанок, поэтому здесь лягушка не нужна, вот здесь имеется плоскость, и я ее сам выравниваю, вот здесь вы должны будете подойти очень внимательно. Если вы покупаете инструмент и при проверке он оказывается у вас там кривой, да, спадины с выпуклостями или еще с чем-то, да, или постель, нож не так вылазит, что, кстати, сегодня бывает очень часто, то если вы это не сможете сделать сами, то надо, конечно, в течение 2 недели обменять в магазине и выбрать другой инструмент. Но если вы способны выровнять, вот, это будет только плюс вам, потому что такой инструмент будет налаженный, как хорошее ружье, да, или как хороший пистолет, это когда вы его используете, там, со знанием дела, при покупке вы разобрали весь этот инструмент, посмотрели, и дальше я сейчас покажу, что с ним надо сделать. У вас все устроило, постель устроила, железка устроила, прижим устроил, вот здесь вот, видите, меня прижим не устраивал, мне пришлось его подшлифовать, потому что он сжимает, должен лежать всеми, ну, всей плоскостью или хотя бы передней частью прижима, вот, на железке, а иначе отработка стружка будет попадать. Это также касаемо стружколома, который я тоже сейчас проговорю, вот. Так вот, дальше мы еще имеем щечки инструмента, вот, и постель, где лежит литок. Литок – это та часть, откуда выходит стружка. Это как бы основной простой инструмент одинарного рубанка. Он, дальше, этот стружок усовершенствуется и усложняется именно лягушкой, который имеет, как я уже сказал, рычаг боковой регулировки, имеет винт микроподачи, который передает движение посредством вилочки вот этой, вот, это может быть название вилка, это может быть название коромысла, толкатель и так далее, очень много, то есть, таких названий, то есть, там, вот. И, естественно, у нас есть само железо, у которого есть стружколом, винт стружколома, вот, и есть прижимная планка с эксцентриковым рычагом. Кстати, вот эта прижимная планка по форме, то есть, раньше было просто гнездо, выточенное такое, да, как вот личинка, да, а форме почки стало с 1930 года использоваться, тоже такой характерный показатель, вот. Да, кстати, разные системы, которые я вам сегодня и показываю, то есть, да, эта система Бейли и система Бедрога, они еще и отличаются стружколомами, то есть, один из стружколомов, он имеет такую гнутую форму, и, да, а другой имеет спуск, похожий железка, похожий на рабочее железо, да, но они все имеют паз, да, или технологического, такой прорезь, который благодаря вот этому винту, коромыслу, да, при подаче мы или подаем, или утягиваем назад. Что можно сказать про эту вилку? Ну, во-первых, вы должны понимать, что ни в коем случае, а многие это делают, поджимая, когда она разнашивается, да, они стараются поджать ее пассатижем или еще чем-то, это делать нельзя, потому что до, сейчас, если, до 60-го, по-моему, года, сейчас, в общем, эти вилки раньше были чугунные, а сейчас они стальные, но они все равно ломаются, почему? Потому что они зашплинтованы в лягушке через стальной сержень, вот, ну, вот, да, как коромысло, да, качающий. И беда многих в том, что когда они поджимают, мастера, когда поджимают железку за счет эксцентрика, и если он ослаблен, если он ослаблен, то при работе мы упираемся во все, что-то твердое, и железка назад отталкивает и ломает хвостик этого коромысла. То есть, поэтому во время работы она не должна быть перетянута, но и не должна быть слабой. Я также сегодня этого коснусь и покажу, как это делать там. Вот. Чем еще мы можем с вами, то есть, как бы, ну, во-первых, в системе Badrock мы можем видеть, в отличие от Стэнли, да, на лягушках, имеет два винта, вот. Это характерно тому, что Бейли, когда использовал, вот, то крепление лягушки идет через верхние винты, вот. А тут же иммунил шейд, иммунил шейд, придумав систему двух винтов, когда у нас отсюда два винта подтягивают шплинты, и тем самым центруют лягушку. И у них, как раз, начиная с 20 века, началось соревнование. Один придумал третье, одно, тот у этого взял, переработал, сделал третье, но все равно система оставалась неизменной там. И это должно было быть связано с продажей этого инструмента, поэтому сам Стэнли и его последователи, то есть, должны были, то есть, это аккумулировать, чтобы какой-либо из продуктов, да, то есть, там, не оставался, там, на 50 центов дороже, да, не оставался на прилавке, а был продан, да. То есть, надо было это как-то мотивировать и показать, что это очень важно, это нужно, там, вот. Благодаря такой системе мы могли передвигать лягушку, не снимая ее, просто ослабляя, то есть, там, вот. И в этом случае есть, конечно, ответственность самого мастера. Если он ее совсем ослабнет, то именно шплинты, которые фиксируются вот этими двумя винтами, если они встанут в перекосяк с технологическими отверстиями, то, ну, может происходить тоже залом, замин, то есть, лягушка может повернуть, а мы ни в коем случае не должны, то есть, как бы, наоборот, мы должны очень быть внимательны, потому что относительно плоскости выхода железки из рубанка через ротик, она должна быть ровно стоять. Если она будет где-то чуть-чуть перекашена, то у нас лезвие будет выходить одним краем. Вот, это тоже, то есть, показатель, что железка у вас, то есть, как бы, не работает, или, вернее, не железка, а инструмент не работает. Вот, что бы мы еще могли сегодня с вами отметить? Ну, где можно посмотреть эту информацию? В данном случае надо иметь, так называемый, первоисточник. Если вы хотите работать этим инструментом, это есть Патрик Лич, вот, он описал целую систему и перечень инструментов, который выпускался с самой фирмы Стэнли, и если кто хочет глубоко проникнуть в патенты этой фирмы, как, когда это было что-то сделано, то лучше этой книги, то есть, Патрик Лича найти, ну, то есть, там, я не могу сказать, где вы ее можете приобрести, но зная, допустим, фамилию, имя этого человека и зная, что он описывал все товары Стэнли, я думаю, что это с легкостью можно сейчас обнаружить. Но, если вы хотите еще правильно работать инструментом, дальше я покажу, как это им делать, то, наверное, литература сегодняшняя, я могу перечислить очень много сегодняшних наших мастеров, ну, я имею в виду 20-го века, да, но лучше, если это будут импортные, это так называемый Скотт Янг, вот, это ручной рубанок, очень хорошая книга, где показаны разные виды инструмента строгального, и деревянные, и чугунные, и стальные, разных систем, и Бэйли, и сам Бэд Рок, и Инфил, вот, то есть, в этой книге вы можете подчеркнуть очень многое. Итак, как я уже сказал, что если все-таки работать с инструментом строгальным и брать первоисточник, конечно, вам Патрик Ильич поможет. Но вы можете, если это будет тяжело вам найти, то из всеми известный инженер, технолог, профессор на рубеже 19-20 века Михаила Дочини-Тикса, он не только написал больше 80 трудов, он был популяризатором ремесла, и не только столярного, но среди той литературы, которая нас интересует, это были практически курсы столярного и токарного искусства, где, естественно, он брал аналоги инструментов того времени и ссылался, допустим, на такого же нашего гражданина, который в конце 19 века, в 1696 году на Мясницкой открыл магазин, вот, это Роберт Кентс, у него каталог был всего инструмента, даже на сегодняшний момент у нас наши каталоги, сегодняшних магазинов не имеют такого объема инструмента, который был выпущен в то время. Вот, и вот, у Михаила Дочини-Тикса в литературе связанной с столярным и токарным ремеслом, то есть они как бы неразделимые, да, вот, там у него есть и по резьбе, у него керпшнит, у него есть и по маркетрии, и так далее, но вот в первых двух-то выпусках, вот, есть так называемое руководство по ремеслу, и он сам пишет, оно отвечает только на один вопрос, как делать, и зачастую профессионалу этого достаточно, но любителю и начинающему ни капельки недостаточно, обязательно должен быть сопровождающий этот мастер, поэтому приобретая эту книгу, вы должны понимать, что какие-то вещи будут вам непонятны, потому что это вообще беда рубежа 19-20 века, когда в 20 веке начинают профессиональную терминологию, связанную с искусством, она как бы проглатывается людьми, близкими к этому ремеслу, и они не делают ссылки, даже есть такое выражение, что мебель – это младший брат архитектуры, поэтому утеряна эта связь, которую надо подчеркивать только в литературе, нигде в другом, на сегодняшний момент, если ремесло мы еще можем подчеркнуть, получая знания от мастера к ученику, то какие-то такие сакральные глубокие вещи мы можем получить, конечно, в литературе, и не только связаны с инструментом, это связано и с деревообработкой, это связано и с материалами, и с клеями, и с отделочными материалами, это надо брать, читать, пробовать и делать там. Поэтому, если вы этим занимаетесь, то, конечно, начните с того, что хотя бы приобретите, если вы все-таки сторонники наших издателей, наших людей, то Михаил Ильич Нитексов должен быть один из первых, что вы можете купить. После того, как мы с вами познакомились с устройством инструментов и со знаменемыми ее частями, ну, там есть еще много всяких вещей, которые я не заострял в внимании, но одно забыл и обязательно должен сказать. Если мы рассматривали подошву рубанка и знаем, что это подошва, это мысок, это пятка, это ротик, то впереди рта вот эта часть называется всегда подпор. И характерны, видите, ребро здесь на рубанке. И это на каждом инструменте. У подпора есть ребро. Что это такое? Это надо обязательно знать. Потому что это самое рабочее, подверженное стиранию место. Поэтому вы можете в деревянных колодках видеть иногда тут такую вставленную косыночку. Это не специально вставляли. Сперва колодка была отделалась целиковая, потом она срабатывалась, и эта часть вырабатывалась, потому что здесь было очень самое большое напряжение. Потом люди сюда вставляли какую-нибудь твердую дереву, иногда даже и пластик вставляли уже во второй четверти 20 века. Но иногда вставляли там самшит, черное дерево, ну что-то более прочное. Почему? Потому что при строгане, если у вас инструмент налаженный, то при строгане создается давление больше десятка тонн. И если у вас рубанок тяжелый, вот почему я предпочитаю стальные или чугунные инструменты, только потому что он тяжелый. Когда рубанок тяжелый, он сам работает. Вы его только направляете, толкаете. Тут усилий прикладывать там большого не надо. И сейчас давайте я посмотрю, расскажу вам, с чего бы стоило бы начать, используя при покупке инструмента. Мы сразу давайте скажем, что мы не говорим об старых антикварных инструментах, которые надо не только реставрировать, но и надо там ремонтировать. Мы говорим о тех, которые вы купили. Вот, допустим, так как я уже сказал, что даже сам Стэнли говорил, что это самый используемый, самый ходовой инструмент, так называемый джек-плейн, да, пятерочка, я с нее и начну. Мы купили инструмент, мы выбрали его из коробки, сняли, и я еще раз буду проговаривать, сняли прижим, который имеет эксцентрикое движение. Вот видите, если почкообразная на Стэнли была, то здесь, видите, как ключевинка, вот, то есть, знак прошлого. Дальше идет железка, имеющая стружкалом, железка, имеющая стружкалом, вот, для того, чтобы этот стружкалом снять во время работы и заточки, которую я сегодня тоже, кстати, немножечко покажу, потому что вопросы с Телеграма были, как вы точите, что значит корона, и это я объясню чуть попозже. Мы должны обязательно понимать, что вот этот винт, ни в коем случае обычная отвертка столярная, то есть не должна быть присутствующая, видите, она имеет спуск, она узкая, да, то есть, и жаловая отвертка должно быть прямое, то есть, сечение, знаете, иметь 90 градусов, и оно должно быть широкое, в шлист, чтобы мы поставили, стянули и сделали, да, есть даже специальные отвертки, которые, видите, защищают, с такой гильзой, которые вставляются, защищают, и мы раскручиваем, оттягиваем стружкалом назад, поворачиваем стружкалом, вытаскиваем железко, вот, здесь главное, что, как мы уже говорили, что у такого стружкалома, немножко другой системы, но принцип все равно один, та часть, соприкасающаяся с лезвием, да, со стороны спинки или лица, еще раз, многие, в Питере спинка, в Москве лицо, да и чушь эта собачья, то есть в одном и в другом случае, чтобы это не было, это плоскость, и она может быть и лицом, она может быть и спинкой, то есть, да, понимаете, когда это вырвано из контекста, и, кстати, литературного образа, да, потому что раньше, допустим, мастера, чтобы, ну, то есть проверить качество заточки инструмента, должны были посмотреться, да, куда мы в спину будем смотреть, в задницу, что ли, там, надо в лицо посмотреть, да, там, и побриться, но тоже, эта система проверки остроты инструмента не очень качественная, там, потому что, ну, любой инструмент при определенных хитростях может брить волос и быть тупым при этом, да, там, вот, поэтому лучше всего проверяется, это проверяется, когда вы начнете строгать, потому что, если вы хорошо заточили, хорошо выставили инструмент, и вы взяли, поставили его на деревянную площадочку, накинули петельку и протащили его, если он строгает, как введя на поводке собаку, да, то есть, стружка выходит, тогда он острый, вот, я не знаю, там, для некоторых зрителей, которые пытаются, там, я как-то, ловить на слове, когда-либо это мы еще покажем, не покажем, может быть, покажем, а может быть, не покажем, вот, я это оставляю для своих учеников, мне обязательно это всем знать надо, вот, так вот, но инструмент должен быть острый, и сегодня мы его немножко поправим, кстати, я отвечу, что такое корона, вот, так вот, после того, как мы разобрали, как бы разобрали, вот, мы должны прочистить только что купленный инструмент, и вообще он прочищается, это как, знаете, как ТО-1, ТО-2, когда у вас машина становится, там, да, есть ежедневный осмотр, а есть там плановый, то есть мы должны разбирать, вычищать опилки, стружку и так далее, да, но при покупке он будет, острые края у него будут, да, на ротике может оставаться чуть-чуть, так называемый, заусенца после металлообработки и так далее, он весь может быть в масле, что тоже нехорошо, хорошо в масле, когда он у вас сохраняется где-нибудь на долгие времена, и не просто в масле сохраняется, это масло обернуто в специальную бумагу, потому что если будет просто наличие масла на поверхности инструмента, то она наберет на себя пыль, а в пыли находится сера, а сера абсорбирует влагу, значит влага еще больше будет притягиваться к вашему инструменту, и он будет пятнами, поэтому когда вы, и я также буду показывать, когда мы проходимся специально маслом камели, для того, чтобы оно как бы чуть-чуть вошло в верхние слои металла, да, в его вот структуру, то после этого обязательно его вытирать надо насухо, вот, в таком варианте этот инструмент будет у вас сохранен очень долго, но при покупке что мы должны сделать, мы должны взять всего-навсего прямой брусочек, прямой брусочек любой, отстроганный, вот, и наждачную бумагу, ну, также, можно взять пятисотую, шестисотую, и взять там полторы или двухтысячную бумагу, просто-напросто на отстроганном качественном бруске твердого дерева, вот, и это дерево должно быть не ноздрятое, то есть как дуб, не иметь больших пор, вот, мы просто эту колодочку на руках, да, сейчас, должны аккуратненько прошлифовать, вплоть до того, что иногда это можно сделать и напильничком, ну, если у вас есть хороший напильник, да, то есть мы эту колодочку прошлифовываем, в столярном ремесле это называется смягчение, да, это когда у вас вот эта вот так называемая фасочка, которая не видна, фаска вообще это больше пяти миллиметров, а смягчение это до двух миллиметров, да, вот, вам, конечно, два миллиметра здесь не надо снимать, но небольшую фасочку надо делать, то есть мы этот край смягчаем, и по всему, по всей подошве, с этой стороны сделать, со спины сделать, с этой стороны, вот, сделали, при этом специализированная хорошая наждачная бумага, она еще может работать и на другом инструменте, берем более тонкий и все то же самое повторяем, и если я сейчас его потом на камеру вам покажу, это будет видно, естественно, есть тряпочка, керосинчик, естественно, мы это удаляем, вот, и я думаю, если мы направим сюда луч света, да, она будет играть, кромочка, она играет, то есть есть небольшая фасочка, вот, я не скажу, чтобы это надо делать каждый день, или после каждой вашей работы, нет, ну, раз в год, в два проводить такую операцию, ну, или в зависимости от того, как вы им работаете, нужно, а теперь самое главное, если это мы сделали, не только для того, чтобы у нас побитые части угла, оставляли следы на поверхности обрабатываемой заготовки, да, кстати, когда железо тупое, оно оставляет рисочку, да, которая напоминает о том, что так называемый процесс пишет, железка пишет, она показывает о том, что железо притупилось, и оно царапает поверхность дерева, то иной раз, может быть, и царапины произведены от этого уголка, это говорит о чем, о том, что помните, я рассказал в 42-м году, американцы, когда вели марксомагниевый сплав, то, поверьте, в такие колодки, если вы сделаете, даже твердым деревом по ребру, вот такой удар, он, поверьте, останется вмятина, и эта вмятина будет писать, поэтому старайтесь все-таки более, к нему подходить, к любому инструменту подходить, то есть, ответственно, теперь, то, что может оставлять неприятности, при первой же обработке, вытащив его из коробки, потому что, на производстве, ну, редко, когда подбирают, из технологических отверстий, микро стружку, или заусенчик, который, дерево, металл все-таки пластичен, тоже, он, как бы, может быть, отгибаться в одну или другую сторону, он, может быть, не снят, поэтому мы достаточно просто на плоскую деревяшку, я взял простую линейку, на двойной скотч прикрепляем, те же самые абразивы, и слегка протачиваем, но, не отсюда делаю край, а, как бы, от 90 градусов и туда, одна часть, вторая часть, и более тонким здесь, все, тряпочкой так же все протерли, протерли и убрали, вот, вот, теперь, перед тем, как я буду подтачивать железочку, я не буду говорить сегодня о системе заточки, но просто покажу, отвечу на вопрос, мы, что можем сделать с инструментом, мы можем взять масло камелия, и здесь практически пальчиком нанести его на все открытые от японского лака, кстати, дань старым инструментом, черный японский лак, покрыть открытые железо, нанести это масло обильно, чтобы оно не текло по всей поверхности, разнести его, ну, понятно, что, кстати, почему я делаю руками, ну, потому что масло камелия используется не только для обработки металла, в Японии гейши им делают массаж, так что имейте ввиду, вот, мы нанесли, и здесь, зная немножко химию, мы должны дать этому инструменту, немножечко, пройти, этому маслу, немножечко пройти внутрь металла, вот, так, как я уже говорил, что люди многие спрашивают, как затачивать, ну, давайте, перед тем, как я покажу, самый простой метод заточки, я просто, на примере, простого, рубанка, простого, одинарного рубанка, вот, могу сказать, что, если вы работаете, да, если вы работаете, то вы, используете, как правило, не одно железко, я сейчас вам покажу, чем это, от чего это зависит, и, но вы должны знать, что, чем больше у вас расходников, железа для разных видов работы, тем на вас вложится большая ответственность, потому что весь этот инструмент должен быть острый, если у вас его будет куча, и он при этом будет тупой, то вы на себя взваливаете такой груз, который можете не потянуть, да, там, вот, но если вы работаете всем, то есть, у меня есть повседневное железо, вот, это, кстати, мой друг и товарищ Егор Балашов, сделал, это 9, он знает, что я очень люблю, старыми железками Советского Союза работать, которые патентом 88-го года, вот, это 9ХФ, есть еще 9ХС, ну, разница здесь небольшой, но с 9ХС я никогда не работал, у меня 9ХФ всегда были железки там, вот, и ими до сих пор на одинарной рубанке я как бы и работаю, они, как правило, вороненые, вот, вываренные в, вот, в масле, вот, и я сейчас вам покажу, если у меня есть повседневное, повседневное, это, ну, любое железо в рубанках, что будет двойным, с микроподачей, что одинарный, как правило, затачивается базовым углом 25 градусов, мы знаем, что в основном, и я тоже, и большинство мастеров прошлых лет работали со второй фаской, вот, не буду называть ее микро, потому что, то есть есть и микрофаска, ну, во второй фаске, это фаска плюс 5 градусов, и работа получалась 30 градусов заточки, на таблице, на доске я покажу, почему именно этими углами, то могу вам сказать точно, последние 10-15 лет за рубежом мастера, работают градусом 30 плюс 5, как на стамесках, так и на рубанках, это говорит о чем? О том, что они просто делают угол чуть тупей, вот, и тем самым железо становится менее подвержено износу, но при этом вы прикладываете очень много усилий, поэтому просто взять железку и заточить ее на 30 градусов, и при этом не уделить внимание спинке или лицу, который должен быть идеальным, да, там есть способ, когда мы можем работать с так называемой затыловочной частью, я тоже сейчас объясню, покажу, но это потом, но вы знаете, что это железо, это железо, при 25 градусах и 5 градусов плюс второй фаски, работает практически на любом материале, практически на любом материале, а сегодняшние люди, большинство, это хоббийная часть, они не строгают ни по 8, ни по 5 часов, даже и час в день они не могут строгать, то есть там, потому что, как правило, все делают из-под станка, вот, не знаю, это хорошо или плохо, не мне судить там, но в данном случае у нас нащих мастеров это неприемлемо, на моем, допустим, инструменте, работая с разными видами породов, я использую несколько железок, как уже сказал, железка от Егора Саныча, 25 плюс 5, с выточенной задней спинкой, вот, вторая железка у меня, выточенная задняя спинка, 20 плюс 5, но по фаске, вы, наверное, можете отследить небольшой радиус, видите, видно? Нет, там дуга, этот небольшой радиус, как раз и является короной, он может быть выполнен в трех вариантах, совсем малый, который еле заметно, или, скажем так, даже незаметно глазу, вот, и это делается только нажатием руки, я сегодня это покажу, да, вот, или уже делается именно с заточкой, на так называемые шатающиеся блоки в системе Тормикс, вот, это один вариант, видите, это вторая железка, есть железка с прямой фаской, да, если у нас та часть, которую мы называем короной, позволяет нам эффективно делать большой съем, и при этом получать чистую поверхность, ну, допустим, в белодеревных работах, если я делаю, допустим, сидение лавки, да, то есть там не будет видно вот этих вот небольших переходов изгиба моего лезвия, да, но когда я делаю мебель высшей категории под фанеровку, или отстрагивая какой-нибудь более дорогой материал, и мне надо чистовой моей работой добиться более качественной, то, конечно, у меня лезвие должно быть идеально прямое, перпендикулярно по отношению к стороне, и, естественно, здесь оставляется, но многие скажут, что при таком работе во время строгания оставляются переходы, когда мы делаем открытые строгания, в отличие, вернее, от закрытого строгания, делаем открытые, где надо железочку переставлять, вот, это будет зависеть от того, насколько вы владеете инструментом, потому что иногда и прямое, спокойно работает, потому что сам рубанок, опокоясь на поверхности и отстрагивая, он как бы находится одним углом, вот, и все, что выше этого угла и выпущенного величины железки, мы снимаем древесину, вот, но если вы чуть-чуть больше делаете уже на чистовом, конечно, след это будет оставаться, но японцы и русские мастера, у японцев это железо делается с фасками, со скошенными краями, да, а у русских они были скруглены, и как правило, железо, имеющее 30 градусов заточки, или 25 плюс 5, но с прямой режущей кромкой в 90 градусов, и со скругленными краями, назывался шлифтик, это были небольшого размера деревянные колодки в виде лодочки, у которых железо было еще расположено, не прямой фронтальной атакой, а с небольшим уклоном, это для удобства держания, и для удобства отстрагивания по торцам, вот такие инструменты используете, вот, есть еще одно железо, здесь у меня, также, ну, мне привычно двойной фаской работать, но здесь она, так называемая спинка, да, или лицо, выйдет выточено как? По принципу японских железок, да, пожалуйста, Эту тему я в данном случае раскрывать не буду, потому что, ну, если человек не владеет слесарными какими-то навыками, то об этом надо забыть, там, или если он не японец, потому что, как правило, это делается на металлах очень твердых, или, как правило, это делается на ламинированных железках, да, где протачивается механическим путем, делается, то есть там пазух, чтобы легче отточить так называемую скобу, и здесь она оттачивается сбегающим вариантом, то есть она всегда будет открываться, снимаем фаску, снимаем отсюда лицо, то есть как бы чуть-чуть мы сбегаем, и у нас эта луночка такая остается постоянно, ее не надо выравнивать, почему? Потому что, как только мы выровняем большую плоскость, если это было ламинировано каким-то твердосплавом, ну, кто знает, как этот твердосплав точится, то есть понимаете, да, то есть он от работы не тоже будет, не будет получать удовольствия, то есть он потратит уйму времени, вот, кстати, я забыл сказать, что японцы в начале 20 века, вот, по заданию Стэнли выпускали железки, они были толщиной 2,2, вот, но при этом были ламинированы, вот почему они держали гораздо дольше жало, понимаете, да, там, вот, и вот это вот бред, говорящий некоторыми мастерами, что происходит дребезг, волна такая идет, это просто от ненастроенного инструмента, это надо или регулировать лягушкой, или регулировать, там, стружкалом, кстати, если у кого-то при строгании старым инструментом, таким как Бейли или Стэнли происходит это, сделайте просто-напросто, оттяните стружкалом на 3,4, а то и 5 миллиметров, у вас сразу этот дребезг пропадет, там, вот, и не старайтесь спешить, как говорится, вперед паровозу, просто поставьте инструмент, и его с определенной скоростью толкайте, то сама подвижность и гибкость этой железки, она будет вам, наоборот, в дерево помогать, то есть она будет как бы додавливать, то есть рез вот этот там, да, вот, вот видите, на один инструмент у меня 4 железки, на пятерку, можете поверить, ту, которую мы с вами помазали маслом, у меня 10 железок, и каждые эти 10 железок, они нужны в работе, вот почему он считался универсальным, самым доступным, самым быстрым в работе, удобным, потому что большинство мастеров, так называемых, работали на объектах, потому что до сих пор больше половины зданий в Америке это деревянные дома, и где мастера работали, надо было не иметь один инструмент, но способны выполнить любую работу по разным древесинам, и иметь несколько видов железок, чтобы также их использовать, кстати, я не показал еще одну железку, это железка, вот, эта железка имеет просто заточку со стороны фаски 30 градусов, но со спинки, видите, спинка не выровненная, она имеет небольшой свечащийся угол, так называемую затыловку, да, эта затыловка может быть от 3 до 15 градусов, по такому принципу работал Дэвид Чарльз Ворта в 2004 году в компании Томаса Ленинсона, он первый раз продемонстрировал работу по линейке, выточить, это тоже отдельная тема, но вы можете также посмотреть первоисточник, как я уже сказал, лучше всего надо смотреть на первоисточник, потому что все, что делается потом, то есть там, и обычно, если это все делается не мастером, вот, то это будет не являться правдой, почему, потому что, чтобы стать мастером и передавать свои знания, то есть, это как в Японии называется мастер-такуми, да, вот, то есть, это мало, 30 тысяч там, часов отработки, да, чтобы стать мастером, в РУ, 60 тысяч часов, это 30 лет где-то работы у японцев, так это еще надо с точностью, это самое сложное, что от мастера требуется, с точностью передать те знания, которые он получил от своего мастера, так вот, если вы не будете смотреть конкретно Дэвида Чарльз Ворта, который, извините, к старцу ему небесную сегодня с нами нету, да, вот, то это он придумал, вытачивать по линеечке, там, это эффективно, поверьте, да, по такому принципу сейчас работает всем известный Роб Косман, вот, можете посмотреть и его программу, там, вот, видите, на один рубанок у меня 4 железки разных значения, а на пятерку джекплейн и того больше, там, я покажу, как это заточить, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова